Всем привет! Если вы любите простые и незатейливые рецепты, то сегодняшний рецепт именно для вас. Сегодня я готовлю очень простой, вкусный, сытный, а главное легкий в приготовлении ужин. Приготовьте такой ужин и порадуйте им всех своих домочадцев. Все ингредиенты и их количество пропишу под видео, заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Давайте готовить просто, быстро, а главное, чтобы это было очень вкусно. Беру фарш, фарш пропускаю через пресс 2 зубчика чеснока, добавляю сладкую молотую паприку, перец чири и немного черного молотого перца. Также добавляю сюда панировочные сухари вместо яйца. Фарш хорошо перемешиваю ложкой. Далее добавляю соль, одеваю перчатки и далее фарш, буду перемешивать руками, слегка его отбивая. Подготовлю и нарежу овощи. Репчатый лук чищу мою, нарезаю мелким кубиком. Болгарский перец мою, удаляю семена и нарезаю тонкой соломкой. А морковь натру на крупной терке. На предварительно разогретую сковородку наливаю растительное масло, отправляю сюда до лук и помешивая буду его обжаривать до полупрозрачности. Затем добавлю морковь. И болгарский перец. Перемешаю и овощи буду обжаривать до мягкости. Беру помидоры, нарезаю помидоры мелким кубиком. В обжаренные овощи добавляю томатную пасту, перемешиваю и обжарю буквально одну минуту. Далее отправляю сюда помидоры. Также для приготовления блюда можно использовать замороженные томаты, если вы их заготавливаете с осени. Вливаю сюда немного воды, добавляю соли по вкусу, уменьшаю нагрев плиты, прикрываю овощи крышкой и под крышкой я протушу овощи примерно в течение пяти минут. Далее беру макароны, спагетти, разламываю их пополам. Беру одну ложку фарша, формирую шарик, делаю лепешечку и в срединку вкладываю макароны. Формирую вот такую оригинальную котлетку. Это делается быстро, просто, приготовьте, вам понравится. Беру жаропрочную форму, в жаропрочную форму выкладываю половину овощей. Сверху овощей распределяю котлетки. И всю эту красоту заливаю оставшимися овощами. Теперь накрываю все фольгой и отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 180 градусов на 40 минут. Итак, прошло 40 минут, ужин готов. Теперь оригинальные очень вкусные котлетки я выкладываю на тарелку. А сверху посыплю мелкорезанной зеленью укропа и петрушки. Также можно полить соком и добавить немного овощей. Посмотрите, какая получилась красота, а как это вкусно. Приготовьте обязательно и порадуйте всех своих домочадцев. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, подписывайтесь на второй канал, вам там будет интересно. А вам всем скажу, готовьте, экспериментируйте и все у вас получится. А главное, готовьте с любовью. Всем пока-пока, до новых встреч.